и сегодня у нас очередные посиделки сегодня они посвящены выставкам и получается что это первые такие бизнес посиделки нашей студии рада что они вызвали огромный интерес и вы смогли все прийти значит тема актуальна не только для нас но и для вас в том числе и так сегодня мы подобрали выступления мастеров которые уже неоднократно принимали участие в выставках успешные неуспешные нужны и ненужные как оформить стенд как выбрать выставку как участвовать в совместных стендах потому что многие боятся делать первые шаги и объединяются с мастерами поэтому как это сделать комфортно правильно друг для друга как договориться оформить стенд ну и много других вопросов давайте сделаем так начале мастера выступают потом вы можете задавать вопросы конечно устраивать длительные премии мы к сожалению не можем уже такие длительные и конкретные премии давайте устроим после посидела когда у нас уже основная официальная программа закончится хорошо и так первым выступающим у нас прекрасный мастер замечательная девушка мама двоих мальчиков и на миронова и на выходе и на миронова мастер фэнк мейкер который занимается войлоком 2009 2009 года прошу любить и жаловать слушаем и выступление здравствуйте вижу много знакомых лиц теперь и с другими познакомимся поближе так значит все я что сейчас расскажу это касается моего личного опыта и какие я сделала из этого опыта выводы вот все как на ладони все вам расскажу без утайк значит так все начиналось 2008 году когда я занялась вплотную докупажем и выходила на выставки всевозможные именно с докупажем тогда они были и зимние и летние тогда вот первый раз я участвовала джазовом фестивале в архангельском и мы участвовали в этих выставках с напарницей было очень удобно конечно потому что очень много вещей все это надо было расставить на какие-то стеллажи это было все очень интересно но я тогда была еще помоложе и легка на подъем все это мне очень нравилось и кстати в тот момент я поняла что мне это нравится выступать на выставках продавать общаться с людьми получать прибыль такого не было чтобы уж вообще в какой-то ноль ушли или ну какой-то негативный осадок остался все было очень хорошо тогда видимо все только начиналось вот дальше больше значит мы уже настолько вошли во вкус что стали замахиваться на цдх например вот нам предложили тогда неделю оплатить такие огромные деньги 40 тысяч мы взяли оплатили это место эту неделю и к тому время я уже начала немножко заниматься войлоком и что оказалось вот слушайте какие выводы сделала значит помимо докупажа я еще сделала небольшую так экспозицию войлока там какие-то цветочки какие-то шарфики и оказалось что людям больше нравится покупать на себя украшать себя чем вот покупать подарки но деревянные ли там кому-то дарить подарок вот купить подарка его потом подарить люди охотнее покупают как я сделала покупают то что можно надеть на себя украсить себя ну и тем не менее и тоже в подарок много чего покупали так вот этот вот первый вывод первый секрет дальше а теперь я поняла что что я люблю заниматься валянием больше чем докупажем и совмещать это совершенно невозможно потому что в докупаже заканчивается материал их надо подкупать для валяния должна что-то новое покупать короче я сделала выбор в пользу валяния и дальше получилось так так как мы с этой подругой все еще были связаны нас стали приглашать на выставке атмосфера творчества восточная коллекция 50 плюс ну еще там много вы потом спросите какие если это интересно просто я скажу какие я сразу отмела вот но у нас стали приглашать в качестве покупку продавцов мы стояли можно сказать бесплатно с возможностью продавать свои какие-то небольшие вещички но в то же время мы продавали вещи вот других мастеров у нас хорошо все это шло опять я заметила что войлок то лучше идет вот тогда я стала выступать совершенно отдельно и вообще к тому времени я стала полагаться только на себя у меня муж пенсионер большой буквы п и короче стала как бы отделяться стала выступать одна соло это вовсе не страшно это даже как-то ну подстегивает ответственность какая-то у меня появилась я стала думать какие выставки лучше какие хуже потом какой товар лучше кстати к тому времени я уже определилась целевой аудиторией дело в том что вот есть выставки зимние есть летние у меня подруга ресторатор который имеет ресторан загородный ресторан такой большой гостиничный комплекс и она меня приглашал но естественно там с детьми у нас просто сыновья одноклассники и я долгое время к ней приезжала там но на выходные ну там на недельку и посмотрела к что там за публика а публика я вам скажу такая это значит ну как вам сказать публику который есть деньги это артисты это например бизнесмены которые отправляют своих детей на все лето на берег москва реки там коттеджи не коттеджины там апартаменты и с нянями и приезжают раз в неделю туда естественно и тебе дети бегают эти бизнесмены и артисты приходят даже завтракать в рестораны то есть им больше как вот посмотреть нам на москву реку и вот просто воздухом под их подышать они еще вдруг обнаруживают там меня так вот слава богу это спасибо тебе и и там и подруги лени значит сначала опять же естественная была с докупажем людям это нравилось все что-то покупали потом вдруг я привожу свой войлок и людям это очень нравится они видят это впервые вот кстати в этом году похвастаюсь но на греша и выкупил у меня вот такой палантин да вот я поняла что моя целевая аудитория я хочу чтобы моя целевая аудитория была вот именно эти люди которые у которых вроде все есть а чего-то вот и не хватает они никогда не торгуются они увидели купили но есть там и другие которые вот едят едят это рестораны сидела едят 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 придут а чё так дорого думаю да ты только что вот дайна ты палантин таких проел ну это не мое дело вот так еще какая целевая аудитория опять же детишки те вот которые там бегают бегают там папа и мама едят едят а дети прибегают они это понимают что сейчас же все проедят поэтому я стала делать еще небольшие такие заколочки для волос опять же броши я их ненавидела кстати делать но так как я делаю палантины и к нему нужно ну многие просили броши делать ладно со скрипом я это стал делать а потом когда увидела что деткам это нравится мамам бывают мамы сумасшедшие которые просто скупают прям вот всю девочку с ног до головы вот этих брошках в этих заколочках вот нарядят стала для них это делать а тем более мне там позволяет и время и место я с удовольствием я делаю на при неделю заготовки приезжаю туда и пока там то да сё делаю эти цветочки поэтому если кто зайдет мой магазин сброшен вы увидите уйму цветочков но это вот все сделано свободное от палантинов время так это я сказала а ну и другая целевая аудитория все остальные именно те которые зимой с кем я встречаюсь зимой или же ну заходит в мои магазины в на ярмарке мастеров так что а ну да 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 я это значит так еще раз вот такой каталог спасибо оле лени за такую шикарную идею с этими каталогами я всегда кладу вот когда иду на выставке кладу вот этот каталог ну свою страничку чтобы не трепать все и это вот мы переходим к оформлению стенда и я решила раньше у меня было там пестрота какая-то же третий выпуск раньше меня это еще и ну все что у меня есть магазине маленькие шарфики палантины и броши все это было в перемешку в этом году я решила что я специализирую вот это мое лицо я решил что вот это будет моим лицом узнаваемым поэтому я когда делаю стенд я в первую очередь вывешиваю вот эти большие палантины чтобы меня было можно было видеть и издалека и вблизи потрогать все это пощупать и ахнуть надеюсь вот про специализацию искал палантины шарфики броши я работаю с прифельтом вот люблю я прифель почти да ну броши да и кстати вот этот тоже мое лицо у меня такая есть картина батик моя же я вывешиваю вот эти броши 10 летает это тоже вот я делаю это хамама так может я сбиваюсь но вы мне говорить а объединяться или нет ну вот я уже сказала что я решила что я справляюсь одна мне несложно постоять с самого утра до самого вечера там отойти у меня слава богу подруг много теперь ну на три минуты на 5 хоть на 15 слава богу выручит да отпустят вот прибегаю и я одна теперь уже просто отвечаю за свой ассортимент за свои продажи мне никого винить что там что-то не продалось значит я буду сама работать над этим вопросом если у меня какая-то случилась неудача но неудачи бывают очень редко это просто не надо наступать на те же грабли например это выставка лучше детям никогда не ходите на эту выставку антиреклама вот и конечно лучше посещать как я поняла крупные выставки это ладья формула рукоделия атмосфера творчества но я выбрала например ладью и формулу пока что для себя ну а еще я выхожу знаете такие выставки где не то чтобы нет конкурентов ну просто не профильная не не войлочная потому что люди например если вот бумпром там один докупаж одни к ска работник еще что-то но люди приходят но посмотрели но купили ну ну и чё ты и все и вдруг дух я тут стою и очень неплохо а мне присылает вот раз поучаствовав там мне сразу присылают приглашение да а в гостином дворе подожди не гостином манеже вот эта выставка девочки провальная казалось бы манеж красная площадь мы взяли 6 метров ну это было почти предновогодняя выставка значит у нас с ней у него много сумок у меня много палантинов но чтобы это все красиво развить кстати про как раз оформление стенда мы очень все красиво оформили у нас была елка чуть ли не живая и головы аня специально купила для своих чудесных шляп шапок с мехом а народу вообще не было вообще лучшие детям то есть реклам даже на самом этом манеже не было рекламы что здесь проходит какая-то выставка то есть это от мэрии москвы или что это правительство они себе галку поставили что правда да да провели там приезжали детские коллективы танцевальные так далее со всей страны и ближнего зарубежья они там с родителем танцевали все родители умилялись на детей забирали чат и уезжали их отвозили автобусами там куда-то а мы стояли где-то в стороне и ничего не поняла а в цдх было кстати цдх очень даже неплохо но там уже сложился свой коллектив они видимо из года в год там выставляются во первых это очень дорого по деньгам очень дорого народ ходит но опять же там вот когда я выступала там там было засилье вот этого узбекского войлока буквально рядом со мной вот через меня две узбеки продавали ну знаете их ассортимент уж потому поэтому у меня купили то то что отличается вот их ассортимента но я надеюсь не только из-за этого вот ну да конечно заработать хочется отбить аренду это даже не обсуждается кстати вот это все равно мы конечно эту овцы да не в цдх в этом они же конечно отбили аренду но и только это это позор я считаю потому что ну что жена напрасный тур труд тем более мы там были чуть ли не неделю значит что я хотел сказать например меня не очень допустим устроил результат выставки хотя я и аренду отбилась что-то заработала но иногда бывает так что розданные визитки или вот то что видят и западает души и потом где-то вдруг всплывает там на ярмарке мастеров опять вот появился например палатин про меня вспоминают вот только вот я говорю благодаря тому что в каталоге вот это вот в каталоге или на выставке вот это вот как лицо мое представлено вот вдруг появляются люди кстати вот недавно была форма урокадили вы знаете мой манекен цвета ну кто не знает у меня манекен еще мое лицо опять очередное манекен с огромным количеством цветов уже другие из из мериноса значит и женщина вот буквально неделю назад приехала на дом ко мне взяла визитку но взяла взяла приехала на дом купила штук двадцать брошечек то есть тогда она может быть одно только купила поэтому это мало сказалось на результате выставки но зато потом это сыграло вот такую большую роль также и как какая-то ладья была можно сказать почти неудачно это была весенняя ладья это уже считать не наш профиль был не наш сезон после 8 марта причем но тем не менее ходили ходили какие-то девушки взяли визиту сказали ой мы летом даже магазин открыть ну возможно мы обратимся к вам все и что вы думаете действительно в июле они опять же даже приехали домой и купили у меня и вот эти палантины то есть им не нужен был типа какой-то ширпотреп или мелочь для своего магазина а вот такие большие шикарные палантины вот такие кстати самые дорогие броши вот купили то есть это видите как бы успех он такой отложенный отсроченный ну вот такие наверное да я и хотел сказать что это благодарность ну как не выходить кто меня тогда узнает услышит пусть я на ярмарке мастеров уже там сколько 6 лет 2008 года но ярмарка ярмарка там кстати но во первых вот это все лето я по три дня в неделю с апреля по август это вот самый мой высокий сезон несмотря на то что это войлок и значит я да и значит ну где-то раз в месяц раз в два месяца я участвую выставках чтобы вот опять не забывали а бывает что боже мой думаешь нет никогда больше я так устала я больше не могу недели две проходит думаю да что ж такое что как-то это я же во первых я делаю много всего мне же надо это продавать да и показывать да 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 вот именно до трех мальчики позднее поэтому они вот только школьники могли бы уж давно нас к с отцом кормить как говорится но им только 16 18 лет поэтому все еще их приходится кормить вот такие дела наверное все так успех разочарование значит я сказала праздник отдыха ли тяжелый труд это и праздник и отдых от валяния девочки ну от того что я много валяю я мне иногда хочется господи скорее бы уже вот на кстати на следующей неделе приглашаю вас всех гранд текстиль выставка будет на тишинке значит это будет отдых и тяжелый труд дать труд кстати это почему я со скрипом делаю скидки на свои вещи или же наоборот повышаю цены потому что это все тяжелый труд наверно сами знаете что тяжелый труд а если учитывая вот эти вот выставки это сколько вложено труда который тоже должен ценить да я бы с удовольствием там повышала но просто человек придет посмотрит мне как-то будет неловко если я с него там мини про мои изделия не не нет я выставляю вот я сделала вещи выложил на ярмарку сразу прицепляю бирочку такую сколько я там ценила обязательно да 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 прямо у меня лежит рассказываю что и рассказываю ну про себя во первых я кстати не стала вот как раньше там выпрыгивать из штанов там всех цеплять все я уже считаю что что я ну как бы сам ну такая что да что не обязательно вот кому нужно меня найдут я никогда не не уговариваю кому нужная уже считает тут купит это основной доход и никакого дохода у меня больше нет можно я и я хочу очень сказать на самом деле на самом деле я вас всех люблю не подумайте ничего плохого но я очень благодарна девочкам которые идут со мной в диалог которым я могу позвонить грубо говоря среди ночи сказать и на помоги и и награду никаких проблем я могу позволить марине сказать марина давай мы придумали такое она говорит да никаких проблем и вот я очень благодарна когда мастера идут в диалог до когда они отвечают на какие-то наши с леной придумки задумки мы их называем идеи движухи как угодно и я это обязательно хочу озвучить но на самом деле я еще хочу сказать такой девочки я не умею читать ваши мысли поверьте мне я очень стараюсь но я не умею поэтому если у вас есть какие-то мысли какие-то идеи какие-то желания пожелания говорите если вы это скажете она поселится и в какой-то момент прорастет ничего не бывает просто так она я могу позвонить опять-таки давление посреди ночи сказать лена я придумала что она этот раз тысячи нам придумала вот это подожди подожди мы вот про это говорили а теперь про этот и о чем то есть она прорастет поэтому но если уж совсем стесняетесь ну не знаю пишите письма там бумага все вытерпит поэтому я призываю диалогу понимаете потому что только в диалоге родится что-то и во что-то вылиться далее и на спасибо тебе огромное за выступление спасибо что ты поделилась на самом деле очень ценной информации потому что день делиться информацией ну в какой-то момент готов не каждый а ты рассказала ну первое что у тебя есть специализация второе что ты основной кормилиц семье третье что все твои выставки успешные и что мне самое главное понравилось и девочки потом это повторять что выставка имеет отсроченный результат да да это тоже но это опять же нужно самим для этого еще и поработать визитки рассказы вот